Конкурс детских рисунков на тему энергобезопасности проводится уже в третий раз и школьники из Хакасии всегда показывают в нем высокие результаты. Судите сами, в эти новогодние каникулы свои плакаты прислали 2200 юных художников, а победителей призеров всего 20 и трое из них живут в Хакасии. Рита Лебедева из Саиногорска нарисовала свой двор соседских мальчишек и кошку, которые опасно приблизились к проводам или трансформатору, а в стихах уточнила – у трансформатора не играй. Я когда узнала о конкурсе, я когда его рисовала, я вот думала, когда дети посмотрят на этот плакат, они увидят то, что не надо брать провода, лезть в трансформатор, не играть с электричеством. Стих писала ночью маленечко, вторую часть к рисунку, а рисовала сама. Рита получила третье место в своей номинации. Победителем в старшей возрастной группе стала Ангелина Решетникова с полноценным комиксом про смешного робота Вольтика, который дает правильные советы детям. Хотелось принять участие для того, чтобы показать свой талант, что умею, что могу. Ну и хотелось показать детям и доступно пояснить, что электричество хоть и лучше друг человека, но с ним не надо играть и относиться к нему надо осторожно. В награду за победу Ангелине достался планшет. Такой же точно вручили еще одному победителю из Хакасии, Косте Бражникову из поселка Копьево. А его наставница, преподаватель районного дома детского творчества Галина Комарова, получила от энергетиков благодарность. Все победители конкурса получили подарки, ценные призы, гаджеты от компании «Мороска Сибири». Но хотелось бы отметить, что ни один из участников не останется без своего приза обещанного. Это будет диплом участника, красочный, яркий. И также раскраска с роботом Вольтиком, который можно будет со временем заполнить. Конкурс рисунков по теме электробезопасности, как уверяют энергетики, обязательно пройдет и следующей зимой. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.